Со слов одной из жительниц этой советской постройки, никаких ремонтных работ в жилом здании управляющей компанией не проводили с 1996 года. Пожалуй, одна из главных проблем дома – состояние внутридомовой системы отопления. Часть помещений попросту не обогревается, а испарения из подвала, сопровождающиеся благовонным запахом, возможно, и стали причиной повышенной влажности в квартирах. Я вызывала сантехников, чтобы наша стена к подъезду не отапливается, и там сырость, труба перекрыта, ну, вода холодная. И там не отапливается, и вот из этого пошла сырость. Вот у меня внук, он здесь не живет, потому что у него кашель постоянная. Женщина отремонтировала свою комнату, но спустя время заметила, что ее новый шкаф сдулся, а вещи, находившиеся в нем, покрылись плесенью. Выйдя из небольшого помещения, можно увидеть еще более нелицеприятную картину. Обшарпанные стены и черную плесень, которая не только портит внешний вид коридоров, но и может нанести серьезный вред здоровью человека. И, по видимости, с потолка капает гораздо больше воды, чем из кранов в умывальных комнатах. В туалете, это, наверное, лет 15 был зонтик, сейчас мы клеенку, потому что сверху капает вода. Душа и сырость. Деньги сами скидываемся на сместитель. Вот сейчас опять уже неоднократно покупаем сами. Раквина одна. Некоторые жители общежития своими силами пытаются поддержать порядок, красят стены и моют полы. Но это не приводит к необходимому результату, ведь краска вновь лопается из-за большой влажности. А в другие обитатели дома перестали даже элементарно выносить за собой мусор. К примеру, у соседей с первого этажа на общей кухне в буквальном смысле нашло свою обитель полчища тараканов. Как рассказали жильцы, живет здесь и немалое количество крыс. Конечно же, Ирина Митюшкина обращалась к представителям управляющей компании «Комфорт», которые аргументировали свое бездействие количеством задолженности проживающих. И женщине, исправно оплачивающей услуги ЖКХ, приходится мириться с плачевным состоянием здания, в котором она проживает.